Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Так, армянский премьер заподозрил президента Азербайджана в подготовке широкомасштабной агрессии против Армении. Сейчас ознакомлю, что пишет армянское издание. Армянский премьер Никол Пашинян заподозрил президента Азербайджана в подготовке широкомасштабной агрессии против Армении. Но это практически уже продолжение войны, как бы объявление Армении войны, это называется широкомасштабная агрессия. Так, выступая перед депутатами Бундестага, Никол Пашинян напомнил, что в октябре в Праге была достигнута договоренность о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинских соглашений 1991 года. То есть, административные границы советских государств превращаются в государственные границы. И процесс демилитации границ между Армением и Азербайджаном будет основываться на том же Алматинском соглашении. Ну вот, сейчас я вам примерно по карте покажу, если найду. Там есть старые карты, где показано, что эти все границы по советским картам должны вот так проходить. Но Эльхам Алиев сделал совсем другое заявление. Вот, сейчас Пашинян его озмучит. Так, и теперь, неожиданно после этого президент Азербайджана заявил, что демилитация должна проводиться на основе исторических карт. Это все карты, которые сейчас Пашинян пытался предоставить, типа, недействительные. Теперь Азербайджан претендует на столицу Армении, Ереван. Здесь озеро Гёча или армянский Сиван. Практически все эти территории должны перейти под контроль Азербайджана. И армян отсюда надо выселить. И вообще, если считать так, то и вся эта часть, вот, здесь Сюник, Кафан, Сисян, Гори, Сатора, вся территория Азербайджана. И теперь Пашинян бьет тревогу, что, мол, Азербайджан будет оккупировать эти, как он считает, армянские земли. В общем, он напомнил о презентации так называемой инициативы Западной Азербайджан. Но это Ильхам Алиев, по которой вся территория Республики Армении якобы принадлежит Азербайджану. А столица Армении – Азербайджанский город. Как я вам говорил, Ильхам Алиев давно уже заявляет, что Ереван – это древний азербайджанский город. Там раньше жили азербайджанцы. И вот дальше, да. Это древний азербайджанский город. Наша оценка такова, что все это блокирование Лачинского коридора, так называемая инициатива Западного, Западный Азербайджан, является подготовкой широкомасштабной агрессии против Армении. Пашинян намекает, что сейчас Ильхам Алиев начал первую серию, начиная с Лачинского коридора, заблокировал, перекроет армянам кислород полностью уже, потом займется конкретно Зангизуром. Вот я вам сейчас покажу на карте, как это будет выглядеть. Вот видите, идет красная линия, вот это есть. Зангизурский коридор, Нахичевань и дальше Турцию. И Пашинян против этого коридора, он уже многократно говорил, что не позволим проводить этот коридор по территории Армении. Вот здесь красная линия как раз. И вот еще тут что говорится. В этом контексте Пашинян попросил зарубежных партнеров не использовать термин «зангизурский коридор». Он обратил внимание на одну очень важную ситуацию. Вчера у нас была дискуссия в Совете по внешним отношениям Германии и некоторые наши коллеги там говорили, так называемые, в «зангизурском коридоре». Я просил этих наших коллег быть осторожными, поскольку, потому что это означает, одно и то же слово может иметь разное значение в разных регионах и разных политических и геополитических обстоятельствах по числу Пашинян. По его словам, недавно президент Азербайджана публично признал, что в трехстороннем заявлении 9 ноября 2020 года нет ни слова, а так называемом «зангизурском коридоре». Именно он ввел такое понятие «констект региональных отношений». Это Пашинян давит на Ильхам Алиева, что, мол, Ильхам Алиев 9 ноября не говорил эти слова. Проблема в том, что невозможно в одностороннем порядке внести что-то в трехстороннее заявление. Это абсолютный абсурд. Таким образом, я хотел бы, чтобы этот термин не использовался, типа «зангизурского коридора», потому что это означало бы поддержку территориальной претензии Азербайджана против Армении, подчеркнул Пашинян. Ну вот и Пашинян уже запаниковал, что, мол, скоро сейчас уже Ильхам Алиев начнет оккупировать так называемые армянские земли, и не просто как бы уже на словах, а уже практически на деле. Уже будут задействованы и, как сказать, подразделения азербайджанских вооруженных сил, был и спецназ, и уже Армения потеряет свои земли, на которых они жили. Тем более армяне в шоке, что и Ереван уже Ильхам Алиев хочет как бы забрать. Это самые главные столицы их, не армянская. Я понимаю, еще можно смириться, озеро Гечи или Сиван тут, это да, Азербайджан, раньше проживали азербайджанцы, где-то вот так вот отсюда, и это вся часть. А все, а это уже если Ереван армян начнут выкуривать, там не знаю, сколько их миллионов там живет. Там всего в Армении 3 миллиона, чуть больше, но в Ереване, не знаю, тоже там до хрена живет. Так что и здесь особенно паникует это направление, что отсюда их всех выселят. Вообще они потеряют эти все земли, и связь тут у них с этим Ираном, торговля идет, вот. А тут еще в Тибризе азербайджанцы живут, сейчас там у них революция начинается. А если еще Азербайджан отвоевывает сейчас часть этих территорий иранских, то вообще Армения окажется в кольце полном окружении. Говорю, сейчас в Армении ждут очень неприятные события. Уже все, Альхаму Алиману надоело ждать эти все. Он силой будет все это пробивать. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok